Сегодня мы поговорим об Ивангале, без преувеличения легендарном человеке русскоязычного интернета. Я и сам еще помню те годы, когда практически все мои одноклассники смотрели и обсуждали каждое его видео. Появившись на ютубе в далеком 2013-м, он стал самым популярным русскоязычным блогером, несколько лет снимая довольно душевные и развлекательные видео для детей, вплоть до своего исчезновения в 2017-м. По его же собственным словам, уйдя с ютуба, он решил посвятить себя новому ремеслу – музыке. Но, как шутит его аудитория, настоящий Ивангай с тех пор так и остался в том музее. Мы его больше не увидим. Он скатился. Странности начались примерно тогда же, еще в 2017-м. Я даже нашел статью на лайфе, в которой описывается, что у Ивангая, оказывается, есть антироссийское прошлое, и якобы на его странице ВКонтакте было множество разных антироссийских постов, но впоследствии он их типа удалил. Правда, я не могу быть стопроцентно уверенным, что это действительно его страница показана на скриншотах. Но новый Ивангай, о котором я и хотел вам рассказать, явил себя миру примерно полтора года назад, после долгого отсутствия, придя на интервью к Юрию Дудю. Там зрители вместо привычного, вечно позитивного летсплейщика увидели заторможенного и туповатого полунаркомана. Но я не в том положении, чтобы что-то говорить, и люди, которые что-то там говорят, они молодец, молодцы, люди просто всегда реагируют, но они неэффективные. Нифига себе! Хотя впоследствии свое странное поведение он объяснял синдромом Аспергера. В комментах часто пишут, что я странно себя веду, у меня синдром Аспергера, если что. А еще о тем, что в профилактических и медицинских целях употребляют грибы. Но бороться с симптомами этого синдрома мне помогают грибы. С грибами другая тема, грибы это медицинское растение, которое использовалось тысячелетиями нашими предками. В последние же месяцы он пытается изменить ситуацию и вновь создать себе, точнее вернуть тот образ приятного и правильного молодого человека. Я не поощряю сладкое, кофеин, никотин, ТВК, алкоголь. Кстати, заметьте, что запрещенных веществ в этом списке нет. Ты им говоришь про возможности использования энтерогенов. Энтерогенов в лечении психиатрических расстройств? Они тебе говорят «наркоман». Ваня, вообще, наркоманом тебя стали называть не из-за этого, а из-за того, что на интервью ты сам Юрию Дудзю рассказал о своем опыте употребления и вроде как не очень ты переживал по этому поводу. Что у тебя с наркотиками? Наркотики я разграничиваю как… не так, как большинство людей. Такими наркотиками? Все неоднозначно. Это действительно сложная субстанция, которую надо изучать и… Но даже это не основная проблема, потому что, помимо поведения Вани, резонанс вызвала его мнение по многим политическим вопросам, которые, естественно, они с Дудьем не могли не обсудить в интервью. Что ты думаешь о Путине? Страшно, что есть такой безэмпатичный человек вообще у власти. Вот, допустим, у Путина есть какая-то ментальная болезнь, хотелось бы узнать, какая, потому что невозможно, чтобы адекватный человек так творил. Ну, знаете, размышления о политике с точки зрения эмпатичности какого-то конкретного президента, это, конечно, говорит о высоком уровне понимания вообще вопроса. Я бы даже сказал, это уровень Максима Каца. Это просто супер какой-то бред, как это может вообще кто-то воспринимать всерьез? Сейчас же Ваня демонстрирует еще большую, так сказать, гражданскую активность, говоря с аудиторией в основном именно на политические темы. Даже попытки хайпануть на популярных развлекательных трендах закончились, теперь только стримы с размышлениями на политические темы и аналогичные посты в Телеграме. И подкованность Ивангая в политических вопросах искренне поражает. Да и вообще он за несколько секунд может объяснить вам все первопричины происходящих нынешних событий. Давайте вам сейчас обрисую ситуацию, вот та, которая образовалась сегодня. Путин при этом сейчас воюет здесь, в Украине. Вот тут вот, делать все плохо. Они игрятся на Путина, но Путин такой, эц, слышь, ты типа, че ты огреешься на меня? Я тебе запрещаю игриться. Мало того, он активно призывает к действиям и свою аудиторию. То есть, по мнению Ивангая, если ты не митингуешь, не орешь в соцсетях, не кричишь о плохой рашке, то ты просто терпила. Выходите на митинги против путинской войны в Москве и других городах и доносите до людей информацию о войне России на территории Украины. Хватит быть терпилами. Да и сама война, в общем-то, началась из-за того, что все жители России все это время были аполитичными терпилами. Я назвал русских терпилами, понимая, что мы ничего не можем сделать. Понимаю. Так и что? Вы, типа, разве не терпите сейчас? Да, ребят, нужно было нам всем с вами брать пример с Ваней, тогда все было бы нормально. Потому что вот уж кто-кто, но он очень активно все эти годы участвовал в политической жизни собственной страны. Как ты реагировал на аннексию Крыма? Да я проспал, я где-то был за границей, наверное. Ну, я хотел что-то сделать, а вот арт рисовал максимум. Вконтакте на аватарку поставил где-то. Я сразу во время Майдана улетел в Японию на год. Кстати, этот его призыв к выходу на митинги выглядит еще страннее из-за того, что впоследствии он говорил подобное. Чуваки, я же не рассчитывал, что вы пойдете, что вы чего-то добьетесь этим. Никто на вас не рассчитывает, никто вас не верит. Понятно, что от народа ничего не зависит, и это уже было доказано в последние 20 лет. Вы, наверное, уже задумались, а почему Ивангай только сейчас начал поднимать все эти вопросы в своем блоге? Где, как говорится, он был все это время? Особенно учитывая, что он беспокоится за жизни любых людей, а не только за жизни украинцев. Главная ценность – это человеческая жизнь. Почему же тогда он не говорил о людях, погибавших на Донбассе все эти годы, а сейчас репостит к себе фотографии погибших украинских детей с канала Невзорова? Сначала очень расстроился, когда я начал публиковать оскорбления в сторону русских, и сам я типа ни разу не говорил о войне. Окей, чувак, я говорил о войне еще в году 14-м. На страничке ВКонтакте можно найти пруф, где я уже тогда посылал Путина. Ладно, я не найду, но, чуваки, я еще в 14-м году высказывал, что Путин агрессор, чтобы он убрал руки от Украины. Да, ладно, признаю, здесь я немножечко слукавил. Дело в том, что Ивангай и сам признает, что жители Донбасса его абсолютно не волнуют. Путинские наемники захватили Луганский, Донецкий, назвали их ЛНР, ДНР. Господи, еще и флаги эти уродские. Ну, то есть человеческая жизнь – это, конечно, наивысшая ценность, но только если это, видимо, не человеческая жизнь с Донбасса, в этом случае не считается. Кстати, эта позиция называется «быть за добро». Когда ты движимый правдой, какой-то высокой моралью, когда ты это говоришь, потому что ты действительно за добро. И доходит все до того, что любую критику или осуждение в свой адрес Ивангай сводит к тому, что сейчас он живет в Киеве, у него там идет война, взрывы гремят за окнами, и поэтому нужно отнестись к нему с пониманием, пожалеть его и дать возможность нести любую русофобскую ахинею. Почему вообще это имеет значение, типа, то, что я сказал там «выходите на митинги», а потом говорю, что «не выходите на митинги в то время, когда мирный народ Украины умирает». Нагло просто игнорируют то, что сейчас происходит война, и Путин вторгся на Украину, типа. Тебе говорят, снаряды летят на тебя, понимаешь? Война, армия стреляет, захватывает людей, города, села, уничтожает. И, кстати, да, украинцы, если что, все это время спокойно, мирно, молча сидели и никого не трогали, если вы не знали. Россияне плохиши? Так еще и, мало того, что они плохиши, так еще и побежали спамить хуйню на украинцев, которые просто жили себя мирно. Мы вас очень-очень долго ждали, когда сидели в подвалах, ждали, что вот придет Россия. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, помогайте нам, пусть Господь вас хранит. Спасибо, спасибо. А сейчас, ну, сами понимаете, какая ситуация. Можно и военным силам Украины задонатить. Ты же все-таки на стороне высокой морали. То я тебе все гроши приведу на ВСУ. И наши же украинские солдаты-азовцы батальоны тупо били пожилым домам. Почему ты сейчас стоишь, стреляешь в живой дом? Своих же. Говорит, да, в своих же. Говорит, а нормально, люди отсюда уехали, остались только те, которые Путина ждут. Ну, хотя одно дело Донбасс, а другое дело Украина. Ведь когда на территории Украины происходят военные действия, то нельзя ни веселиться, ни тем более создавать какой-то развлекательный контент. Я вообще сейчас ничего не могу делать, кроме как говорить о том, что происходит. Я чувствую это просто неправильно. Хотя самое забавное, что и этим своим словам Ваня сам же противоречит. Вот, вышедший в середине марта развлекательный ролик с прекрасным названием нарисовал свой пензел. Я боюсь, что в мой дом и дом моих близких прилетит ракета. Это Brawl Stars, бро! Brawl Stars! Let's go, бро! Что вы пишете кринге? Какой кринге, чуваки? Это ютубовский формат. А вот два его совсем недавно вышедших новых трека с музыкального канала. Ну, а сейчас война и выпуск веселых песенок это просто нерезонно. Музыку писал. Сейчас вообще, как понимаете, вообще не до этого. Приоритеты изменились. А вот создана им совсем недавняя NFT коллекция и трек, написанный на украинской мове. Хотя, если это поддерживает Украину, то можно пренебречь своими принципами и веселую песенку выложить. Это все развлекало вперед полного пиздеца. Я это осуждаю. Ну, сейчас абсолютно не время это делать. А после того, как аудитория в комментариях указала Ване на подобное лицемерие, с его стороны он искренне удивился. Я не понимаю, почему вы так бомбите на меня. Ну, не все, а вот те, которые бомбят. Меня хейтят. Потому что не понимают меня. Ну и на самом деле какая разница, как меня обзывают туповатые фашистские детишки. Кстати, еще Ваня полностью разобрался в такой обширной теме, как пропаганда. Пока там в интернете многие спорят, кто прав, кто не прав, кто врет, кому можно верить, кому нельзя. Ваня не то, что уже все осознал. Он даже нашел первопричины. Во-первых, пропаганда есть только в России. И она целиком и полностью лживая. Ебать, там пропаганда сейчас в Рашкино макс левел включилась. Вообще, мне кажется, российская сила во лжи. Российская национальная идея строилась на лжи. Во-вторых, появилась эта русская идея лжи благодаря Путину и фильму «Брат». Знаете, как вдалбливались в 90-х с фильмами «Брат», «Брат 2», что типа «Сила в правде». Если у каждого своя правда, то получается, что «Сила во лжи» и Путин это смекнул. Что типа «Сила во лжи» и поэтому он ни слова «Правда» вообще не говорит. Вы придурки, нет? Что же, звучит достаточно убедительно. Но давайте же посмотрим, что сам Иван Гай, называя ложь главной идеей России и русского народа, сам рассказывает своей аудитории. Ведь если он говорит о лжи, то сам-то он врать своей аудитории не должен. Опять же, не хочу говорить, что это инфа сотка, но среди погибших русских солдат были ли какие-то документы найдены, где говорилось, что вся операция на Украину рассчитана до 6 марта. Пишут, что это фейк. Но я же говорю, я не могу 100% говорить за это. А вот и мое любимое. В поисках пруфов Иван Гай отправился на статью о вторжении России в Украину на непредвзятом источнике, таком как Википедия, и сразу же переключил эту статью на украинский язык, чтобы, не дай бог, не наткнуться на российскую пропаганду, ну, на русскоязычной странице. Вот такая вот есть страничка на Википедии. Российско-украинская война. Давайте сразу переключимся на украинский язык. Вы избежали мисинтерпретации со стороны России. Я не знаю, что я хотел тут увидеть, но мне кажется, что с этим все познакомятся. Ну, вы знаете, это общеизвестная русскоязычная пророссийская Википедия. Кроме того, Ваня не опасается погружаться и в глубины исторической науки. В листве чат ты на русском говоришь. Чуваки, а в чем проблема в русском языке? Он был, по-моему, изобретен в 1666 году. Дата запоминается просто. И изобретен на основе украинского, на основе украинской азбуки. Русский язык это как ребенок украинского языка. Ну, а что вы смеетесь? Да, пруфов мы не получим. Но Иван Гай ведь не Путин, он врать не будет. Неужели я плохой такой, как Путин? Да ладно. Я же добрый человек. Конечно, добрый. Да, называл всех русских терпилами и обвинял их во всех смертных грехах. Ну, он ведь не может быть русофобом. Он ведь снимал контент для русскоязычной аудитории. Русофобом вот называют. Но я не могу быть русофобом, чуваки. У меня 70% аудитории из России. Пишут я русофоб. Совершенно нет, не русофоб. И, кстати, все, кто смеет критиковать Ваню, это точно промытые путинской пропагандой кремлеботы. Потому что, не забываем, на Украине пропаганды нет. Возможно, это даже кремлеботы. Вся эта путинская пропаганда лишь усилила свою работу на всех информационных фронтах. Но после того, как началась война, люди, блядь, из России просто в зомбарей превратились. Начали хуесосить меня так, что я охуел. Ну, а если вы вдруг по какой-то странной и непонятной причине не верите Ивангаю на слово и не верите всему, что он говорит, то, ну, прогуглите. Просто прогугли, что происходит из независимых источников. Вообще лучше больше читайте и гуглите. И все станет на свои места для вас. Просто, ну, типа, поднапрягись и прогугли. Кстати, еще у него есть великие высказывания по поводу правды и истины. Они пытаются выдать свою правду за истину. Но это, оно не становится истиной, это только ложь. Типа, я понимаю, что ты можешь с помощью слов сказать любую позицию, чтобы она выглядела как правда. Но в итоге правдой она не станет. Она, вернее, может, станет правдой, но истиной точно не будет. И я даже знаю, что Ваня может ответить на сказанное мной в этом видео. Он скажет, что я просто обиделся на правду, которую он озвучивает. Ну и поэтому все мои предъявы, естественно, автоматически становятся бессмысленными. Либо ты задел их за самолюбие, за какую-то гордыню, за самодержавие вот это. Особенно, когда ты видишь, что все предъявы к тебе, они типа, ну, из перспективы низкой морали. Потому что он не может агрессировать в сторону Путина. И все, что остается, это агриться на меня. Лично мне кажется, что Ивангай стал для российского интернета печальным примером того, как молодой человек, получив в юном возрасте неслыханную популярность, вроде как сначала воспользовался ей, но потом, вместо того, чтобы продолжать ей пользоваться и заниматься действительно любимым делом, творчеством, как он изначально музыкой хотел заниматься, он зачем-то выбрал совсем другой путь. Потому что в данном случае ему проще было вообще, ну, ничего не снимать, ничего не выкладывать и не говорить, было бы лучше. Просто глядя на него, хочется задать вопрос, как? В какой момент? Почему вообще так получилось? Почему из это превратилось в это? Задаешься этим вопросом и параллельно вспоминаешь, каким все-таки уютным и ламповым раньше оказался Ютуб. Ну и, в принципе, весь русскоязычный интернет. Но, к сожалению, времена меняются, вы видите, что происходит со многими звездами интернета, и это, конечно, печально. Спасибо за просмотр, обязательно оценивайте это видео, подписывайтесь на канал, не пропускайте новые выпуски, напишите в комментариях, о ком еще хотите увидеть подобный ролик, и подписывайтесь на все мои соцсети, телеграм, вконтакте, я там очень много где зарегистрировался, естественно, нам пусть, если хотите поддержать меня финансово и получить в ответ какой-то дополнительный контент. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok